Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Управляющий Кировским отделением Сбербанка Артем Пищик в этой же программе отметил, что пока нет большого количества обращений заемщиков по поводу кредитных каникул. Или реструктуризации долгов. Между тем, кировчане уже пытаются получить отсрочки по кредитам и рассказывают в соцсетях, что сделать этого не получается, поскольку такую услугу предоставляют только тем, кто болел коронавирусом. В частности, такие сообщения есть в группе «Стоп коронавирус» под видео с министром эконом-развития Кировской области Натальей Кряжевой, которая пыталась ответить на самые частые вопросы предпринимателей в прямом эфире. Программа Экономика. На поддержку экономики регион выделит 15 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в фонд поддержки предпринимательства, чтобы увеличить его возможности по выдаче льготных кредитов бизнесу. Об этом рассказала министр эконом-развития Наталья Кряжева. Иных вливаний пока нет, но чиновники, по словам Кряжевой, пытаются донести до федеральной власти, что нужны живые деньги на поддержку бизнеса. Сумму, которую предприниматели не заплатят в бюджет Кировской области, потому что им предоставят отсрочку по налогам, оценили в 400 миллионов рублей в этом году. Правда, деньги эти бизнесу не спишут, в следующем налоговом периоде платить придется все равно. Но в части налогообложения некоторые более заметные меры могут быть предусмотрены. Власти сейчас изучают возможность временной отмены транспортного налога, но только для предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками. Также могут снизить ставки по некоторым режимам, которые регулируются на уровне региона. Далее информация от наших партнеров. Исход судебного разбирательства напрямую зависит от качества подготовки. К нему недостаточная проработка приводит к затягиванию разбирательства, повышает вероятность негативного исхода процесса. Увеличиваются денежные, временные и эмоциональные затраты на него иногда кратно. С учетом паузы, на которую встала большая часть бизнеса, сейчас самое время заняться предварительной работой, как по судебным, так и досудебным спорам. Специалисты экспертно-конституционной фирмы «Экскон» помогут в анализе исходных данных, подготовке доказательной базы и формировании позиций с технической точки зрения по вопросам строительства, товароведения и оценки. Компания «Экскон» работает на рынке больше 20 лет. Карла Липнихта, 13, телефон горячей линии 73 50 50. А в завершении о валютах доллар сегодня 75 75, курс евро 82 рубля 23 копейки. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.